От молодежи зависит будущее города, от преподавателей зависит качественное образование керченской молодежи. В преддверии профессионального праздника работников сферы образования во Дворце культуры Корабел состоялась торжественное собрание и небольшая выставка, на которой все учебные заведения города представили свои достижения и ручные работы. Здесь можно было увидеть фотографии ветеранов педагогических коллективов, ценные школьные награды, поделки, сделанные руками учителей и школьников, а также грамоты и благодарственные письма. Молодцы! Спасибо! После выставки виновники торжества отправились в зал, где состоялась церемония вручения наград и премий лучшим работникам сферы образования. Добавим, что ветеранов педагогического труда зал встречал стоя. Первыми поздравил преподавателя городской голова Керчи Олег Асачий, который вручил награды и ценные подарки лучшим работникам. Нелегкий, но благородный и высшей степени востребованный труд учителей всегда пользовался в Украине особым почетом и уважением. Вырастите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу как города, так и всей страны. Благодарю вас за бесценный труд, за энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии. 20 педагогов, чьи заслуги в отрасли образования постоянно повышают престиж профессии учителя в Керчи, получили премию городского головы, впервые в размере 5000 гривен. Нам доверили самое главное – керченских детей. И мы будем всеми силами пытаться воспитать у них трудолюбие и целеустремленность. В области образования я работаю 25 лет, но с моей школой меня связывает 40 лет совместной жизни. Я пришла в свою школу в первый класс в 1971 году и до сих пор в этой школе работаю. Я никогда не думала, что я буду работать ради награды и не задумывалась об этом, но мне приятно, что мой труд оценен по достоинству. Учитель для ребенка – это, наверное, все-таки не наставник, а скорее в настоящее время это компетентный друг, помощник. Вы знаете, это, наверное, передалось мне по наследству, поскольку и мама у меня тоже преподаватель, и бабушка тоже преподавала в школе. Мы не думаем о наградах, понимаете, мы просто работаем с детьми, мы готовим их к победам. Сегодня вот как раз-таки моя ученица, которая заняла призовое место на Республиканской Олимпиаде по немецкому языку, получила стипендию от Олега Владимировича Осадчева. Дорогие коллеги, я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам главное терпение и еще, конечно, здоровья, потому что с современными детками нашими здоровье нам не помешает. Также во время церемонии отметили достойных школьников и студентов Керчи. Именно благодаря усилиям учителей из 40 лучших учащихся города поднялись на главную сцену Керчи и получили стипендии городского головы в размере 2000 гривен. Конечно, я шла к победе на Олимпиадах, потому что я считала, что нужно добиться всего самой, учить все и читать много книг, потому что без этого никак не добьешься успеха. Как ты добивалась? Да, действительно, чтобы добиться большего успеха, нужно приложить огромный труд, и это сидение за уроками по ночам, и ответы в школе на хорошие оценки, действительно, это очень сложно. Да, я считаю, что наши учителя очень квалифицированные и образованные люди, они дают замечательное образование нам и на очень высоком уровне. Я считаю, что при помощи их мы, только при помощи их мы получили данный наград. После торжественного собрания и церемонии награждения во Дворце культуры начался праздничный концерт. Для собравшихся пели и танцевали творческие коллективы города, поздравляя своих учителей. Спасибо.